Доброе утро, друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ, по-прежнему с вами Никита Некрасов, Лиза Калинина и... Ну давай, Никита, мужским голосом представляйтесь гостю. А я хотел сказать, что вот она волшебная, вообще волшебство телевидения. Элина Чага только что спела, пропаду, и раз и появилась у нас в студии телерадиоканал Страна ФМ. Доброе утро, Элина! Ну как ты добралась до нас? Ой, без пробок, на удивление. Это четверг. Раз, и это четверг, да. Да, все уже в предвкушении пятницы бросили свои машинки. Мне интересно, а каково это, сидеть и смотреть на себя красивую в клипе по телевизору? Привычно уже или нет еще? Нет, непривычно. Я это действие крайне редко застаю. Но когда вижу, конечно же, сразу всякие недочеты, там какие-то высматриваю, что не так. Ну то есть есть такая еще пока какая-то... Ну конечно, я очень самокритичный человек, до ужаса просто, так даже нельзя жить. Ну вы красавица. Спасибо. Ну ладно вам, ну честно, нам нравится, да? Мы с ним о многом поговорим. Да, мне кажется, что сразу же вспоминается вообще, в принципе, работа над этим видео, как она проходила. То есть вот это все, здесь мы видим уже конечный результат. Вот, как проходила работа как раз над последней работой? Танцы долго, хореографию учили. У вас же все там настроено по факту. Хореографию просто в рекордно короткие сроки выучила для себя. Я была сама от себя в шоке, удивлена. Потому что я, в принципе, никогда не занималась профессионально танцами. А тут за два занятия, за два с половиной занятия мне поставили танец. Все это выучила, и буквально эти танцы сняли с двух дублей. Да? Да. Вот это да. Вот это да. Реально, два раза сняли, и получился такой... Ну вот это как раз... Два раза в смысле только танцы. Ну танцы, связки, танцевальные связки. Это как раз вот избитое выражение. Талантливый человек, талантлив во всем. И вот в связи с этим вопрос. Если бы не музыка, вот то что? Вот танцы, есть талант к танцам. Раз за два дубля, всего раз, и получилось. Если перепрофилироваться, то куда? В творческой? Может быть. Или, не знаю, может вы хотите быть родителем? Сварщики много сейчас зарабатывают. Да. Конечно, сваривать газпромовские трубы. Так, не смеши человека. Родители хотели меня отдать юриспруденцию. У меня оба родители юристы. Ну и, конечно же, хотелось... А вы им пропаду, пропаду, ой. Да, и ой. И случилось. И они хотели, чтобы я по их стопам все-таки пошла. Был шанс. Уже даже выясняли, где лучше бы выучиться. Думала даже идти на высшее уже образование. Ну, образование получает профессию с юристом. Да, в Краснодаре, где моя мама училась, где папа училась. Но все-таки переборола... Творческая нить. Переборол тот факт, что да, я все-таки с трех лет в этом... А сейчас оп, и Элина в продюсерском центре Леонида Агутина. Вот такие дела. Мне кажется, что это мечта миллионов начинающих исполнителей. Попасть в такие руки прекрасные. Ну, вот я хочу вам сказать, юриспруденция, это тоже некая такая творческая профессия. Все-таки вот у меня родители, они адвокаты. А, ну, адвокатская дитя, да. И они тоже выступают. Конечно, конечно. Такие ораторы, естественно, да. В зале, так что, в принципе, мне кажется, могло бы даже что-то отдельное получиться. То есть, если что, либо танцор, либо юрист. Друзья, мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях Элина Чага. Вы можете задавать вопросы. Вот, да. Наши гости замечательные. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» и номер WhatsApp Viber 909-928-189, пока градус немного сбавим. Да, ну, они споют нам здорово, великолепно. Здорово, великолепно, и мы вернемся, друзья, оставайтесь с нами. Самое здоровое и великолепное состоит в том, что в студии телерадиоканала «Страна.ФМ» находится светящаяся такая лучезарная, великолепная артистка Элина Чага. Элина, доброе утро еще раз. Да, на часах 10 утра, между прочим. А Элина Бодра. Да. Ну что, продолжим, продолжим. Мы за кадром говорили о продюсерском центре Леонида Агучина, о котором мы начали говорить в предыдущем выходе. И вот хотелось бы у Элины из первых уст, так сказать, узнать, каков он Леонид Агучин. Добавлю только то, что, кто не знает, Леонид наставник. Ну, скажем так, Элина, да, и как музыкант, ну и вообще такой мудрый друг. И мы хотели узнать такие фишечки. Вот какой он в жизни? Как в голосе? Приблизить Леонида к людям. Справедливый. Да? Да. Очень справедливый. То есть и кнутом, и пряником воспитывает. Да. Вот где нужно. Всегда дозировано. В голосе, на самом деле, вот он какой есть на экране, такой он и в жизни человек, на самом деле. Иногда, конечно, всего того, что он говорит, не вмещается в эфир. Ну, понятно, есть определенный монтаж. Да, монтажируют, монтируют, но вот такой вот человек, как на экране, так и в жизни. А вы ощущаете эту конкуренцию? Ну, Леонид уже такая легенда. Между кем? Мною и им? Нет, конкуренция между участниками. Очень же многие хотят попасть. У вас определенная команда молодых музыкантов, которые попадают к нему. В принципе, я не говорю сейчас о голосе как таковом, но вот в его команду. Вы чувствуете, что есть какое-то соперничество или нет? Может быть, с кем-то вы похожи по жанру? Ну, бывает же так, да, типажи и так далее. Вот как вы... Или у вас вообще абсолютно командная, дружная игра? Пока нет, потому что в продюсерском центре я осталась одна. Вот. Правильно, устранила всех конкурентов. А кто конкурент, я спрашиваю вообще. Вот такой спорт. Так что, знаете ли, опасно. Ладно, я жучу. Нет, на самом деле, сейчас Леонид Николаевич собирается расширяться. Будет здание. Целое продюсерского центра. Уже там разработали логотип, набирают команду. И студии, и репсионные базы. Да, вот все, все это будет. А так как ничего этого не было, то поэтому и не собирались ребята, как таковы. Была я одна из голосов. Некуда. Да, некуда было. Которая осталась там с голоса. С голоса. Но как таковой конкуренции у нас, в принципе, нет. Среди молодежи. Скажем так. Ну понятно. А в голос, когда вы шли? Вот как вас оценивали ваши соперницы? Ой, самый страшный этап на голосе, это были батлы. Ага. Я ненавижу, когда сравнивают. Когда такая явная, да, вот эта борьба идет. Да. А тут прям просто уже фактически стоят два человека. Стоят два человека. И нужно решить, кто лучше. То есть батлы имеются в виду, когда наставник решает. Наставник решает. И вы третите свои же. По одной песне. А мне кажется, страшнее, когда зритель, когда неизвестность. Ведь нет наказания, страшнее ожидания. Я говорю, страшнее, когда батлы. Ну это я про себя же говорю, я в голос не участвовал. Мне кажется, тоже страшно. Ну когда вот тебя из двух твоих там друзей, может быть, да, должны выбрать одного. Это еще ладно, когда тебя и... Ну вот да, 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 я говорю, тебя и кого-то там. Вот поэтому, конечно, для меня это был удар, стресс большой. Я тогда болела очень долго, болела, не могла оклематься. Давайте сейчас послушаем рекламу, такую важную и нужную, и вернемся к разговору через некоторое время. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Я Лиза Калинина, Никита Некрасов. И в гостях у нас сегодня замечательная исполнительница, музыкант Ирина Чаган. Мы говорим о многом. И вот я на вас подписана, Ирина, вы на меня еще нет. Но дело не в этом. У вас... Спасибо, ребят, спасибо. Но дело вовсе не в этом. Вы поете сейчас очень модная такая штука, когда... Ну как формат такой караоке вы поете. И у вас много таких видео. Да, да. Как правильно называется? Смул. Понял? Я не знал даже. Я серость. Я так понимаю, такие штучки набирают обороты. Вот почему? То есть людям нравится оценить вокалистов вживую. То есть так он видит, как он вообще поет по-настоящему. Или что? Вот почему это сейчас так популярно? Ну, конечно. И поэтому в первую очередь... Ну и ты как бы сидишь перед камерой. Да, ты надеваешь наушники. И ничего лишнего больше вообще. В принципе, ничего. Только ты и минусочек. Тут уже делаешь, что хочешь. А зачем это нужно? Ну, продвигать себя. Мне нравится просто. То есть это хобби. Меня это заинтересовало. На удивление оно пошло. Вот я говорю, набирает популярность. Люди прям пишут, советуют песни какие взять. Да, у нас в России на самом деле вообще этого не было. Мне кажется, я одна из первых, кто это ввел в нашей стране. Ну, в таком именно количестве. И сейчас даже я натыкаюсь на рекламки с собой. То есть с мул... Это, конечно, неправильно. То, что без моего ведома... Вот так вот. Вот такие авторские права. Да. Это все не так хорошо. Но сейчас продюсерский центр расширится. И вот эти все... Да, мы разберемся с ним. Ну, правильно. Так их, так их. Прижать к ногтю. Вот. И там уже, на самом деле, почти 2 миллиона просмотров. Здорово. Вот, я на эту рекламу. На эту рекламу, да. Все ясно. Это только на одно видео. А их несколько. На другом там 800 пишут. Здорово. Есть даже по всяким арабским странам. Там на арабском пишут. На каком-то китайском. Класс. В общем, это, в принципе, по всему миру. Во как. Темка. Мы приглашали наших телеслушателей и радиозрителей задавать или не вопросы. Вот такой вопрос пришел в связи... Сварка взбудоражила. Чагу в сварщике — это сильно. Добро пожаловать к нам на ленинградский завод металлоизделий. Так что все, рабочее место, пожалуйста, обеспечено. Если что, как зовут, не знаю. А, Игорь. Игорь из Санкт-Петербурга. К Игорю можно обратиться. Спасибо за приглашение. Игорь задает вопрос. Кто ваши родители, уважаемая Элина? Ну, Элина уже рассказала. А, я уже рассказала, да. Юристы. Ну, может быть... Мама — бывший прокурор. Ооо. Папа — адвокат. Мама уже на пенсии, с прокурорской деятельностью завязала. И вот сейчас юристов. Элина, у меня к вам такой вопрос. Вот ваш творческий путь. Вы профессиональная певица, да? То есть вы же обучались этому. Всю жизнь. Всю жизнь. Вот как? То есть с малых лет вы уже выступали на сцене? С трех лет я уже на сцене. То есть для вас, кстати, конкурсы — это уже будни, скажем так, эти вокальные конкурсы, нет? Нет, ничегошеньки, это не будни, это всегда так же волнительно, это всегда адреналин. Ну, я видела, что их много было очень в жизни. Разных, с малых лет. Да, в детстве их было очень много, конечно. Сейчас уже так подутихомирилось. Собственно, голос был последним. А так, да, с детства в три годика я попала в вокальный ансамбль «Светлячок». В четыре годика меня взяли в музыкальную школу на фортепиано отделение. Ну и так как нельзя было с четырех лет, я пару лет посидела в одном классе, но все равно это было не зря. Какие-нибудь еще инструменты в арсенале имеются? Нет, только вот фортепиано. Ну, это хорошо. Я просто почему спрашиваю? Вот вы профессиональная певица. Сейчас, ну, скажем так, выстреливают, и у нас в шоу-бизнесе много людей, которые, ну, просто это увлекается. Было в формате хобби, сейчас они там собирают стадионы и так далее. Вот вам, как профессиональному музыканту с высшим образованием и так далее, вот не обидно, что очень много любителей становится... Вот эти выскочки! Ну, Ольга Бузова, это уже такое именно рисательно, но много же других успешных групп. Вот как просто вы относитесь к этому? Лиза только что Бузову сравняла просто. Пожжем! Ну, Ольга Бузова, ну, она спела две песни, она же больше ведущая. Большинство из них все равно профессиональные люди. Некоторые даже, на самом деле, утаивают этот факт, чтобы казаться... Самородками такими. Да. Что, ну, вот они так вот располагают, как людям. А я ничего не скрываю. Я, да, профессиональная певица. Многих это раздражает. А, даже так, что... Да, да. И даже вот в голосе люди пишут, вот почему нет участников из народа, что же это такое, где обычные певцы? А, извините, а для чего этот проект? Ну, да. Проект для таких, как, собственно, я и мы. Ну, для профессиональных. Правильно. Мы скоро продолжим, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Кто куда возвращается, кто домой. А мы вернулись в студию телерадиоканала Страна ФМ. Лиза Калинина, Никита Некрасов здесь. И, конечно же, наши гости великолепная, потрясающая, талантливейшая Элина Чага. Мы должны сказать, что Элина поэт и композитор. Должны, конечно, и говорим. И песню «Пропаду», которую мы услышали в начале нашей беседы, Элина написала сама. И слова, и музыку. Это круто, конечно, я, если честно, не знала. Вы вообще реальный композитор. А как, что сначала идет? Музыка или текст у вас? У меня музыка. Вот с недавних пор. Раньше могла и на текст написать музыку. Большого труда не составляла. А теперь вот больше я, конечно, отдаю должное музыкальной части, музыкальной составляющей. Потому что все-таки мы фонетически углавливаем лучше, чем сначала в смысловую нагрузку. Поэтому я больше акцентирую внимание на музыку. А как долго писали? Вот, допустим, «Пропаду»? Ну, написала, наверное, минут за 15. Что? Связку выучить за два дня, понимаешь? Песня за 15 минут. Талантливый человек, талантлив во всем. И быстрый во всем. И на самом деле это было в таком порыве гнева. Да? Да, это первая моя песня, которую я написала реально разгневанная. Мне позвонил Леонид Николаевич Агутин. Агутин, да. И сказал, что мы, ну там, предыдущую песню не берут на наши ведущие радиостанции страны. Ай-яй-яй, негодяи какие. Я очень расстроилась, конечно же. Пропаду, пропаду, ой, напишу. Села за клавиши вот так вот. И дала себе установку, что я напишу песню, которая встанет на все эти радиостанции. И так оно и вышло. Ну, а в следующий раз я хочу сказать, что если вдруг что-то происходит, сразу же к нам, раз, номерок, все. Никита договорится. Да, что-то, что такое, не берут. А мы, конечно, с распростертыми объятиями или мчат, с любыми песнями вообще. Спасибо, спасибо. Слушай, ну это вообще здорово. То есть в порыве гнева за 15 минут вы написали хит. А всегда там что? Надеюсь, что хит время покажет. То есть, в общем, вот этих творческих мук вы не испытываете, как правило. Испытываю с текстом. Вот для меня текст, это на самом деле большой труд. В этом плане у Леонида Николаевича получше, конечно, получается. И я иногда даже к нему обращаюсь. Помогите. Да. Мол, да. Подберите слова. И вот начинается этот генератор рифма. Вот это рифма на такое-то слово. Не, а Гутя молодец, понимаешь? Конечно. Более того... Он всегда в песни вставляет классные слова, типа ла-ла-ла, хоп-хай-ла-лайк. Я тебе хочу сказать, что... Я не знал. Есть даже песни, которые специально делают таким образом. То есть, прям генератор рифм, подбираем рифму на слово такое-то, и уже подгоняется под эти слова остальной смысл. Такие песни. Более того, ты знаешь песню Майкла Олфилда? Moon of Shadows такая есть у него. Ну, это у меня напитие. Не напою, не вспомню мелодию. В общем, эта песня специально Майкла Олфилдом была написана как шутка. И она была написана с помощью генератора рифма. А все это песни с мировой известностью. У нас, к сожалению, до нас еще это не совсем дошло. И засяду. Друзья, пишите свои вопросы. Гру вконтакте Страна.ФМ. Ирина Чага, исполнительница, музыкант, певица у нас в гостях. С удовольствием пообщаемся. Ну, пока у нас звери с Южной ночью прибежали к нам. Да, послушаем зверей и очень скоро вернемся. И девочки, и мальчики танцуют. Как же не танцевать, когда у нас в гостях Элина Чага, Лиза Калинина, Никита Некрасов заслоняются от света. Этой звезды прекрасной. Засмущал. Ну, конечно. Красная вся. Надо же, иногда смущать. Элина, скажи, пожалуйста, вот сейчас молодым артистам, ну, понятно, мы уже поговорили о таланте, о хороших исполнителях, пробиваться трудно? Очень. Вот в социальной сети, Ютуб так или иначе помогают. Все же открыто? Нет. В том-то и дело, что от этого и сложность. Слишком много открыто. Слишком много возможностей. Много всех. Много информации, да. Люди не знают, куда им идти. И эта информация настолько, ну, вот, допустим, мое творчество, пример взять, это настолько малюсенькая крупиночка в этом океане информации, что многие люди, ну, до нее просто не доходят. То есть, в принципе, может понравиться, да? Да, но они не знают даже. Да, но они не знают, конечно. И таких примеров масса, куча. А то, что говорят, что вот интернет уже покруче телевидения будет, ну, это все, я считаю, неправда. Конечно. Однозначно. Потому что... Будущее за теле радио. Так как у нас. Прошлое, настоящее. Странное фоно. Да, и будущее. Потому что все равно телевидение, оно конкретно ориентированное. И я, честно сказать, ну, такой артист, наверное, не за интернет. Не за интернет? Нет. То есть так это должно идти параллельно. Слишком много свободы. Но интернет, в принципе, это прекрасное дополнение. Да, это, конечно, прекрасное дополнение. Просто сейчас его так используют все эти накрутки, все эти многомиллионные просмотры. Это уже настолько обесценено, конечно. То есть, исходя из твоих слов, Элина Чага, это тру. Тру просмотры. Тру. Реальное тру. Поэтому и трудно. Потому что тру. Это трудно. У нас еще одна песня совсем скоро прозвучит. Вот расскажи о ней, сердце мое, да? Да. Вот как... Ты тоже ее сама написала? Нет. Ее написал Леонид Агутин. Это была одна из первых песен, которые он для меня написал. Второй, собственно, сингл. После чая с облепихой. Наверное, можно послушать. Чай с облепихой был прекрасен. Очень вкусен, прекрасен. Я передам. Тепленький. Мы, кстати, сегодня играли, у нас есть час с игрушками утром. И у нас есть такая игра под названием «Абсолютный слух». В ней мы замиксовываем два трека. И задача слушателя, дозвонившегося, угадать каждый из треков, который звучит в одном миксе. И сегодня были замиксованы твоя песня и песня Леонида Агусина. Вау! А какая Леонида? Какая Леонида? Я уже не помню. Антох, напомни нам, пожалуйста. Не помню. Никто не помнит уже. Настолько это было феерично. Да, было очень забавно. Но люди справились. Люди справились. Да, интересно, в общем. Здорово. Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня Элина Чага, исполнительница, композитор, поэт. Да. Вы можете написать свои вопросы в группу ВКонтакте «Страна.ФМ». Также 909-928-189, ватсап, вайбер, смс. Пишите, что вам интересно. Много у нас, наверное, начинающих музыкантов, в котором Элина проводит такой ликбез своего рода. Как это все бывает. Скоро вернемся, друзья, оставайтесь с нами. Доброе утро, дорогие друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ». Лиза Калинина, Никита Некрасова, великолепная, блистательная Элина Чага у нас в гостях. И вот Алексей Чумаков спел свою песню о любви. И эта песня навеяла вопрос мне. Алексей Чумаков, он нестандартен в этой песне. Не всегда, не все его песни такие вот. То есть это, можно сказать, ход, да. Такой уход в какой-то другой стиль. То есть это такая больше латиноамериканская музыка. Хотя Алексея мы знаем в большинстве своем как исполнителя популярной музыки. В связи с этим вопрос. Какие стили хотелось бы покорить? Попробовать, может быть, да. Вот прям раз себе, сделать себе стрелки, как у Эми Вайнхаус, выйти с гитарой на сцену, а потом ее разбить об эту сцену. Например? Ну, я бы хотела, наверное, себя попробовать. Хип-хопе. Да? Почитать рэпчик? Да. А есть опыт написания текстов, как они выражаются? Вот скоро выйдет одна песня. Ну и что, это сложно? Ну, вы же пробовали, вы же репетируете, да? Да, у меня был сложный момент с текстом, опять-таки. Нет, читать несложно. Мне очень нравится. Как мне кажется, что это органи... Но все равно, конечно же, там с мелодическими всякими этими походами. Но, тем не менее, оно все равно как идет такая некая мелодикламация. То есть вы потом поедете на баттлы с своей командой? Нет, на баттлы я не поеду. Ирина, будешь баттлиться с такими же девчонками? С такими же девчонками. С такими же девчонками? С такими же девчонками. Не знаю тебе, Аксимирон. Изи-изи. Какую же девчонку надо? Изи-изи. Ирина, наш кандидат. Слышишь ты? Сынка бабы. Да, нет, Ирине нужна такая же девушка, с которой она будет баттлиться. Это же интереснее смотреть на женский баттл. Я, кстати, даже не знаю никого. Ну, а может быть... Нет же, да, девушек? Раньше были. Я тоже в этой тусовке крутился. Раньше были, а сейчас... Я вот, да, сейчас попыталась вспомнить. Никого нет же. В общем, можно тебя в следующий раз будет уже увидеть. Я же могу занять эту нишу. Конечно. То есть в следующий раз Лина приходит с такой бижутерии огромной в виде доллара. С цепухой, да. С цепухой, да. Нет, не цепухой, это голда. Голда. Надо осваивать сленг, Лина. Грилзы. Вот, вот, вот. Ирина, может быть, куда-то ты хочешь пригласить наших телеслушателей-радиозрителей? Где тебя увидеть? Где посмотреть? У тебя есть 15 секунд. Меня можно увидеть, услышать, послушать на двух площадках 9 сентября, на Поклонной горе и в Лужниках. Вот вообще есть дела. Отлично. Ну, тогда мы вынуждены прощаться. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное. Сердце мое, Ирина Чак. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Желаю вам отличного дня и благодарных поклонников. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok